Североказахстанскую область с рабочей поездкой посетил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития страны Ержан Мурзабаев. На встрече с населением он отметил ряд достижений региона. По итогам первого полугодия 2022 объем валового регионального продукта составил 606 миллиардов тенге. Инвестиции в обрабатывающую отрасль достигли почти 270 миллиардов тенге. Для области это хороший показатель, подчеркнул вице-министр. В целях дальнейшего развития обрабатывающей промышленности и в соответствии с поручением главы государства о необходимости импортозамещения продукции отечественными производителями, по области на сегодняшний день запланировано 35 инвестиционных проектов на общую сумму 414 миллиардов тенге. По региону в целом будет создано 6 тысяч рабочих мест. В текущем году уже запланированы к вводу в эксплуатацию такие ключевые проекты, как производство строительных блоков из известняка. Предполагается, что на предприятии будут работать полсотни рабочих, а на новое производство прицепной сельхозтехники смогут трудоустроиться 75 человек. Еще 200 дополнительных рабочих мест появятся после того, как в регионе начнут изготавливать лекарственные препараты. Отдельный вице-министр индустрии и инфраструктурного развития остановился на темпах строительства жилья. В прошлом году ввели в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров. План на 2022 год – 400 тысяч. По мнению Ержана Мурзабаева, большую работу местным исполнительным органам предстоит провести для улучшения водоснабжения в селах. Отдельного внимания требуют километры изношенного дорожного полотна. Из зала поступил вопрос, когда приведут в порядок участок трассы от Сергеевки до Николаевки. На сегодняшний день работы по дороге, по ремонту этого участка дороги, в принципе, начаты. И по завершению зимнего периода, да, Сергей Александрович, работы будут продолжены. И в следующем году данный участок дороги будет завершен, введен в эксплуатацию. Поступил Ержану Мурзабаеву и вопрос про платную дорогу. Речь идет о трассе Астана-Петропавловск. Только после того, как этот участок дороги приведут в нормативное состояние, только после этого будет введен платный тариф на данной дороге. Но тариф будет такой же, он повышаться не будет. Участок от Астаны до Покситава он платный участок на сегодняшний день. Там взимается плата один деньгизма километр пути. Пулат Арахимова интересовал другой вопрос. Один из перевозчиков Петропавловска поднял проблему нехватки финансирования субсидий для компаний, которые несут ответственность за городской пассажирский автопарк. Мы обрабатываем возможность субсидирования из республиканского бюджета, пока данный вопрос не решен. Субсидии для городских перевозчиков будут заложены при формировании бюджета на следующий год, заверил заместитель Акима области. После встречи с населением, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития провел личный прием граждан. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК.